Привет, друзья! С вами команда Firm.com в лице Сергея Шихайлова и Дмитрия Ауцанка. Спасибо вам большое за то, что вы посмотрели наш прошлый видеоблог под названием FLOG. Именно так он называется. В очередной раз... В общем, в очередной. В первый раз напомню, что запустили мы эту рубрику для того, чтобы как-нибудь добавлять активность на нашем YouTube-канале. Потому как она на самом деле немножечко такая хромая. Я надеюсь, что данная рубрика чуть-чуть оживит наш YouTube-канал. И как бы давайте общаться, пишите нам побольше комментов. В частности, к этому видео, потому что на вопросы к этому видео мы будем отвечать в следующем выпуске FLOG. Да. То есть, как бы рубрика для активности, и поэтому давайте как-нибудь потихоньку оживать. Видеоблоги наши мы снимаем по пятницам. Я думаю, что в ближайшее время этот график, он будет соблюдаться. И перед тем, как мы начинаем снимать, там, я не знаю, за час, может за полтора, за два, мы будем постить в наших социальных сетях, в ВКонтакте, в Фейсбуке и в Твиттере. Запись, что вот, мы скоро начинаем писать. Если у кого есть вопросы, оставляйте их в комментариях к этой записи. И эти вопросы мы тоже, как бы, будем выносить на обсуждение в видеоблоге. То есть, если у вас есть что спросить, спрашивайте в социалках тоже. Будем отвечать. И еще я хотел напомнить важную фразу, которую мы говорили в прошлом выпуске. Если вам нравится наш контент, не стесняйтесь его лайкать, не стесняйтесь его комментировать, дизлайкать, если вам не нравится видео, и если нравится делиться им с друзьями и так далее и тому подобное, потому что мы стараемся делать видео для вас главным образом, мы стараемся с вами как-нибудь активничать, общаться. И поэтому, если вам нравится наш контент, просто проявляйте какую-нибудь активность, потому что это позитивно сказывается на нем и на поисковой выдаче. В общем, YouTube нас начинает за это любить. И также мы хотели бы напомнить, что у нас на канале, помимо флога, помимо обзора и помимо сравнений, также есть видео распаковок. И снимаем мы их не только для того, чтобы вы увидели чего-то в коробке, потому что обычно в коробке почти одно и то же. Главным образом мы снимаем это для того, чтобы вы, наши зрители, знали, что к нам попал определенный девайс и скоро будет обзор. Если у вас есть какие-то вопросы, чтобы вы их могли задавать, для того, чтобы наши ролики, они были более персонализированы под нашу аудиторию, чтобы мы могли рассказать то, что вам интересно. Вот, и чтобы потом не было таких неприятных ситуаций, что пишут, вот, вы там не осветили такую-то тему в обзоре. Мы ее не осветили, потому что мы не знали, что надо бы. Если у вас что-то интересует, что мы обычно как-то мельком затрагиваем в обзорах, вы хотите узнать об этом побольше, пишите об этом в распаковках. В комментах, в нашим распаковках. Да, в комментах. И мы будем отвечать на эти вопросы в рамках наших обзоров. Итак, давайте уже как-нибудь запускать наш флог. Переходим к рубрике новостей. Первой новостью у нас сегодня будет новость о том, что компания Netflix изобрела умные носки. Рассказывай нам что-нибудь, Дима. Ну, Netflix это компания, которая предоставляет пользователям на правах подписки доступ к определенным своим передачам, так скажем. Ну, я так понял, что это как телевизионный канал, но полностью на платной основе. Это не кабельное телевидение. Вот. У нас оно не развито абсолютно. Вот. И как бы так как там постоянно появляются через некоторое время после выхода на большие экраны фильмы свежие, многие люди смотрят кино именно через Netflix в Америке. И, естественно, знакома же всем проблема, да, смотришь, смотришь, он вырубился, просыпаешься, а там уже финальная сцена прошла, мир, дружба, жвачка, и ты ничего не понял. Вот. Именно для этого сделаны эти носки, которые будут при помощи определенных сенсоров углавливать то, что человек стал меньше двигаться, на основе этого проводить умозаключение, что он заснул. И будут ставить видео на паузу. Вот. Мне кажется, идея хорошая. Мне бы не помешала такая штука, когда я делаю диплом, чтобы когда я засыпал, у меня начинал будить будильник. Дима, работай. Короче, ты считаешь, что это очень классная штука, которая должна быть... Мне надо развивать. Надо просто вместо банальных каких-то сенсоров движения ставить туда какие-то, я не знаю, датчики сердечного ритма. Туда в носки? В носки. Так там же... Ладно. Не буду рассказывать. Так, нет, ну ты давай расскажи. В носочки вставляется специальная умная стелька. По сути, эти умные носки, можно любые носки теплые сделать умными. Там стелечка такая, и в ней определенные датчики с батарейками. И там светодиодик сбоку выводится на внешнюю. Не хотел бы я быть сотрудником сервиса ремонта этих... Я думаю, их как айфоны будут просто менять. Поломалось! Новый. Следующая новость. Появились изображения Летивили Макс Про, которые набирают 133 тысячи попугаев в Антуту. Так вот, собственно говоря, что это за устройство? Это устройство с 5,5-дюймовым 2К-экраном, со Snapdragon 820, с Adreno 530. Правильно я говорю? С Adreno 530, с 4 гигами ОЗУ, 64 встроенной. 21 мегамиксельная камера. Основная фронталочка на 4, и это все под Android 6.0. Вот, и появились какие-то более-менее качественные рендеры аппарата. И будет он, ну я сказал бы, внешне что-то между айфоном 6, да? И там HTC One 8. То есть между айфоном 6 и айфоном 6. Ну типа да. Я понял. Вот. И как бы устройство, в принципе, наверное, будет очень даже аппетитным. Единственный вопрос это цена. Ну Летиви красавчики, они и смартфоны уже клепают, в принципе, уже такое приличное количество времени. И телеки клепают. И это при том, что, если я правильно понимаю, то эта компания, она вообще как бы специализируется на услугах по телевидению. То есть, наверное, кабельная или спутников, или фиге его знает. Ну, в общем, Летиви красавчики. Немного оборудования для этого всего дела просто делают. Может быть и в Украине, и в России появится типа Летиви. И будем мы тут тоже клепать классные смартфоны. Итак, давайте переходить к следующей новости. Сейчас мы поговорим об изобретении компании Neonode, которое называется Airbar. Ну, Airbar представляет собой маленькую плашечку, которая клеится или на магнитах крепится к нижнему торцу экрана ноутбука. И по ее, так скажем, краю находятся излучатели, которые светят, не светят, а излучают невидимое для человеческого глаза излучение параллельно дисплею ноутбука. И когда вы касаетесь экрана, эта штучка считывает касание и передает его через USB-порт в ваш компьютер. И таким образом превращает, по сути, простой ноутбук в ноутбук с сенсорным экраном. Мне кажется, эта штука весьма интересная, потому что, как показал мой опыт использования ноутов с сенсорными дисплеями, эта идея имеет право на жизнь и в некоторых ситуациях действительно пользоваться сенсорными возможностями удобнее, когда тебе не нужно там на тачпаде лозить и листать куда надо, проще гораздо пальчиком просто тыкнуть в нужное место. И ты сразу, допустим, там приложение открыл или что-то вроде того. Я думаю, классная штука, стоит она будет 50 долларов. И я думаю, что если она на старте стоит 50 долларов, то скоро она еще и подешевеет. И многие пользователи наверняка попробуют, во всяком случае, AirPods. А ты бы купил себе такую штуку? Да, если бы у меня был ноут с несенсорным дисплеем, мне бы хотелось сенсорным дисплеем. Ну, у тебя есть компьютер с несенсорным дисплеем. Эта штука пока есть только на 15,6 дюймовые мониторы. А у меня же как бы... Ну, ты же этого не сказал? Ну, я же этого не сказал. Вот теперь я сказал, да? Да, вот теперь я подвел зрителей к этому моменту. Едем дальше. Следующая новость. World of Tanks Blitz наконец-то появляется на мобильной версии Windows 10. И это нереально круто. Я в эту игрушку играю. Не то чтобы на профессиональном уровне и с утра до ночи. Но это очень сильно радует. Потому что игруха эта есть и на iOS, и на iOS, и на Android. Наконец-то свет провели и в нашу деревню. Теперь она есть и на винде. И это очень круто, потому что на самом деле перечень хороших игр и программ для Windows Phone он не такой большой. Тем более сейчас вышла десятка. Возможно, какой-то софт, который был написан для мобильной восьмерки, нужно будет переделывать. А тут бац, и уже есть танки. И это, я лично считаю, эту игрушку одной из лучших в принципе. И графика, и геймплей с реальными людьми и так далее и тому подобное. И тут это бац, и на винде, которую как бы все в той или иной мере лошадь, мобильную имеется в виду. Вот, есть нормальная толковая игра. Я лично этому рад. Я люблю мобильную винду, во всяком случае, восьмерку. Десятку я пока толком не щелкал. Ну, возможно, тоже она меня порадует. И я очень рад, что там есть вот Blitz. Вот. И еще говорят, что при работе данного приложения на мобильниках и там, может, планшетах, под Windows мобильный, да, можно будет подключать клавиатуру и мышку. И это тоже, в принципе, очень даже хорошо. Вот. То есть, какие-то дополнительные контроллеры, это новая свобода действий. И опять-таки информация есть, что сортировка таких игроков, у которых как бы вроде бы как мобильная версия игры, но при этом у них и мышка, и клава, они будут сортироваться в отдельные, так сказать, списки игроков. И воевать они, по сути, будут с такими же игроками. Потому что дополнительные контроллеры, это дополнительное удобство в игре. И как-то тут будет несправедливо, что кто-то пальчиками по телефону и лозит, да, а кто-то мышкой и клавой. Вот. Так что, в принципе, молодцы. World Gaming подумали головой и чуть-чуть расширили свои границы. Молодцы. Ну и последняя новость на сегодня у нас будет о том, что какой-то очень хороший, милый человек взломал защиту PlayStation 4. Спустя два года это произошло. Да, у нас пловечка была относительно давно, не сразу, когда она появилась, чуть позже. И как бы основной проблемой было, ну не то чтобы проблемой, а особенностью, скажем так. Особенностью этой приставки было то, что на момент ее выпуска там была какая-то матерая защита, которую никто не мог взломать. И, естественно, наш же народ, он покупает приставку за, сколько она тогда, по-моему, почти тысячу стоила, да, долларов. А вот на игрушку, там сотню долларов, ему уже жалко. Ну мне бы тоже, если честно, было бы жалко. Ну понятно. Нужно телефон купить за 100 баксов более-менее жилье. Там не 100 долларов, там дешевле игры на самом-то деле. Но все равно, как бы менталитет такой, что народ не любит игры покупать. И поэтому никто не хотел ее брать, в частности, из-за того, что была очень хорошая защита. И вероятность того, что в ближайшее время кто-то ее взломает, она была практически нулевой. Вот, два года прошло. Я думаю, через несколько лет новая плойка появится. А к четвертой только сейчас придумали какой-то эксплойт, который может взломать ядро прошивки. И таким образом позволить ее играть в игры, в обход, проверки PlayStation. Вот такие пироги. Ну я думаю, что скоро очень много игрушек появятся крякнутых. И любители шары смогут поиграть в оффлайне, в свои любимые онлайн-игрушки. Итак, переходим к нашей следующей рубрике, которая называется «Жизнь нашего с вами любимого ферму.ком». В комментариях к видео распаковки Xiaomi Redmi Note 3 многие из вас просили рассказать про растаможку, которая нас постигла при получении этого устройства. Выехало к нам два смартфона Xiaomi Redmi Note 3 и... И Meizu Metal, M1 Metal. Ну, как-то так, да. Вот. Из магазина Gearbest. Прошло, по-моему, 4 или 5 дней. И я, значит, трекаю номерочек на сайте DHL. И смотрю, что посылочка уже вот почти в наших руках. Она уже в Украине. Я звоню Диме. Дима, к нам... Скоро будет. Да. Раньше здесь будет. Да. Сразу два. Ну, прямо раз эти полные штаны. И, как бы, ничего-то не происходит. Никто ко мне не приезжает, никто мне не пишет. Проходит еще пару дней, и мне звонит товарищ таможенный инс... Ээээ... Таможенный брокер DHL. И говорит, что ваши посылки попали на... Растаможку. На таможенный контроль. Ну, как-то так, в общем. Формулировка не важна, но главное то, что поймали нас. Вот, за все, что смогли. Вот. И... И очень крепко. Да. И зажали. Вот. В общем, приехало к нам две посылки, которые суммарно стоят более 150 евро. А именно такой таможенный лимит в Украине. В России, как говорят наши подписчики, которые смотрели наш прошлый видеоблог, в России это 1000 евро. Другие страны не знаю. Пишите, что у вас в стране в этом направлении творится. Так вот. Два наших телефона. Этот стоит условно 200 баксов. Мейзу стоит примерно... 220. Ну... Итого больше. Это очень важно. 150 евро. Да. Как... Что... Давай я вкратце расскажу. Суть в том, что посылка была не одна, их было две. Вот. Но они ехали в одном контейнере. Ну, условно рядом. По соседству ехали. И в итоге как бы таможня посчитала, что это одна посылка. Так как они пришли в одно и то же время, в одну и ту же дату, на одно физическое лицо и на один адрес. Именно такие условия как бы выставляет таможня по ограничениям. И они превышали стоимость по данным, которые были указаны в декларациях, инвойсах, если кому так понятнее. И поэтому как бы их нам не отдали. А сначала решили пустить на таможенный контроль. И, в общем, дальше. По налогам что это такое? По Украине я расскажу сейчас. Лимит, как я уже сказал, 150 евро. Две посылки вместе стоят дороже. Как высчитывается сумма налога? Берется сумма за вашу посылку. Берется 150 евро. От вашей суммы, от посылочки отнимается 150 евро. Оставшийся вот этот вот остаток, из него изымается гора всяких налогов. Условно 40-42% ее вот этой вот верхушки, скажем так. Вот, 40% от всего того, что выше 150 евро. Иными словами. Вот. Прихожу, значит, я на DHL, который в нашем конкретно случае совмещен в одном здании с таможней. Мне выдают кучу бумажечек. Я беру эти бумажечки и, значит, иду уже на склад. Мне выдают и инвойсы, и бланки, и все, что мне нужно. Я информацию с одних бумажечек переписываю в другие бумажечки. Бегаю между кабинетами таможенных инспекторов и DHL. Каждый раз мне какие-то новые там фиговины находят, что вот здесь вот нету цифры, а вот здесь вот не так буква, а вот тут вы пропустили, а вот здесь вот распишитесь. В результате я убил на это целый день, но я сэкономил примерно 40 долларов. Именно в такую сумму свои услуги оценил DHL за брокерство. Вот. И обещали это сделать дней за 10. От себя могу сказать, что не надо этого бояться. Можно это все сделать по-нормальному и самому, без услуг брокера. И тем самым сэкономить время и в моем случае и деньги, и в моем случае и время. Потому что мне обещали за 10 дней, я сделал за один. Я заполнил Нилгору бумажек. Это последний этап, который я сделал. Пришел в 15-й раз к окну таможенных инспекторов, сунул им бумажки, и они говорят, что пацан, у тебя тут нет конкретно моделей телефонов, потому что в инвойсах они не были указаны. В инвойсах было просто мобайл фоум. Все. Второе. Цвет. Третий. Объем памяти. Четвертое. То все. Пятое, десятое. А я-то этого не знаю, мне не сказали, например, какой объем памяти вот в том устройстве, что мне выслали на тест. Я спускаюсь на склад, мне там выдают еще бумажечку. И в присутствии таможенного инспектора посылочки вскрываются, достаются оттуда смартфончики. И списывается информация вот с задней крышки коробочек. Эту бумажечку я опять беру, опять заполняю в присутствии инспектора. Беру стопку своих бумажек, несу опять в окошечко, отдаю. Мне выдают квитанцию, я иду ее в банк оплачиваю. Сутки прошло, даже больше, полтора дня, по-моему, с того момента, как таможня увидела перевод денег с коммерческого банка на счет таможни, и только потом они еще сутки с таможни на DHL передавали бумажки, чтобы мне отправили посылку, и еще сутки DHL определялись, и только тогда уже они мне отправили посылки, которые уже приехали ко мне под дом, и вот типа вот на, забирай. Вот таким вот макаром все это было, по деньгам мы вам сказали, по процедуре, я говорю, здесь нету ничего страшного. Если вы хотя бы примерно соображаете в том, что вы себе заказали, тратить кучу бабла на таможенного брокера не стоит, потому что вы и деньги спустите в никуда, и время потеряется. Мы сначала серьезно подумывали насчет того, чтобы как бы выделить деньги на то, чтобы оплатить брокеру, и типа этим не заниматься, потому что мы много времени на это подразумевали. Потому что мы спешили. Да, мы спешили, как бы время, оно же время-деньги, вот, и мы думали, что мы таким образом сэкономим, а в итоге получилось, что мы не заплатили брокеру, и в итоге еще и время сэкономили, и оно нам дважды дешевле получилось. Поэтому если к вам приезжает что-то такое, если вы даже на коммерческом основании этим занимаетесь, вот, то не бойтесь. Или планируете. Или планируете, да, не бойтесь, едьте сами, решайте, вам оно, как говорится, стрица и купится. Это раз. Да. Второе, что важно, возможно, для кого-то это важно, у нас такие проблемы были с DHL и с China TNT. Вот это две компании, с которыми большие проблемы. С EMS у нас пока проблем не было, но что, правда, нам в один день две посылки тоже никогда не приходило. С DHL можно я вставать? Да, конечно. С DHL у нас были проблемы, потому что именно в инвойсах были такие данные, указанные о TNT, они более ребята наглые, они как бы вскрыли посылки, сами их досмотрели без какого-то особого на то повода, да. Вот, и поэтому у нас сходу были проблемы стопроцентные. Если у вас есть возможность, не заказывайте в Украину чего-то дорогого. С доставкой, да, через China TNT. Потому что DHL вскрывал при мне. И до этого много чего и DHL, и EMS ездило, и без особого повода они в посылки не лазят. Да. А China TNT так именно, а что там? Да что там? Почему бы нет? И еще по этому же поводу, что хочу сказать. Если вы собираетесь заказывать что-то более дорогое, чем 150 евро, если вам сильно горит, можно немножко слукавить, пойти на договор со своей совестью и указать не совсем правдивую сумму, возможно прокатит и вас никто ни за какое место не возьмет. И тот же DHL вам спокойненько это все привезет и вручит в ручки. Потому что, вот например, сейчас там все либо очень честные, либо хрен его знает, но там целая очередь к таможенному брокеру. Именно поэтому мне и говорили 10 дней. А с другой стороны, вы можете, если вам не сильно горит это все дело, заказывать через обычную почту. Например, почта Нидерландов. Там, где проблем как бы... Очень быстро по сравнению с China Post там везут. Поэтому как бы многие продавцы на Ali и Gearbest очень часто возят именно почты Нидерландов. Все приходит достаточно шустро. И посылки относительно, так скажем, целенькие, свеженькие, непотоптанные, непомятые. Можете покупать. И что-то еще важное по этому поводу. Вот ты напомнил, хотел сказать... А, вспомнил. На Ali, допустим, когда вы покупаете, очень многие продавцы сходу в описании товара предлагают даже указывать стоимость в инвойсах более низкую, для того, чтобы вы избежали оплаты налогов. Поэтому даже если продавец этого не делает, вы всегда можете оставить ему комментарий, мол, упакуй посылочку, пожалуйста, хорошо, и укажи более низкую стоимость. Они зачастую это делают. И мы, наверное, переходим уже к следующей части нашей рубрики, посвященной жизни Феррума, по поводу вопросов, которые мы хотели вам задать относительно наших грядущих материалов. Сережа? Что хочу спросить я. На данный момент у нас на руках есть смартфон по имени OnePlus X, и его пока что мы не собираемся продавать. Он у нас надолго, и, возможно, будет очень много сравнений с ним. А вот есть еще у нас на руках смартфончик по имени OnePlus 2, и его мы продавать собираемся. В чем, собственно, суть вопроса? Хотели бы, хотели ли бы вы сравнение OnePlus X с OnePlus 2? Типа, как бы, большой OnePlus 2015 года против маленького. Если нет, мы его тюхаем и боксим. Если хотите, только имеется в виду не просто, ой, я бы посмотрел, вот, а в плане, вот, реально интересно, я там собираюсь покупать, или там у меня кто-то знакомый, я хочу ему там что-то порекомендовать. Ну, вопросы, может, конкретные какие-то по этому сравнению. Да, то, как бы, забацаем. И если нет, то наша жизнь будет проще, и мы будем двигаться дальше, например, гору материалов по этому прекрасному девайсу, или чему-нибудь другому, которое более свежее, чем это, или тем более более свежее, чем OnePlus 2, будут быстрее. А теперь у меня есть вопрос. У меня сейчас на руках есть Meizu M2 и Meizu M2 Note, и пока что они у меня на некоторое время задерживаются, и я хотел бы у вас, у зрителей, спросить, хотели бы ли вы увидеть сравнение между двумя M2, большим и маленьким. Будет ли оно для вас интересно? Тупо то же самое, да? То есть маленький и большой, маленький и большой. Там Meizu, тут OnePlus, так что определяйтесь. Дальше, хотели бы вам напомнить, что у нас действует уфлуга бесплатного посредника. Чего я, собственно говоря, об этом напоминаю. Скоро Новый год, если вы сейчас что-то закажете, оно нам вряд ли успеет долететь до Нового года, но где-то там уже там на 23 февраля успеет точно. Предположительно, я этого не знаю. Возможно, на Новый год какие-то продавцы на Али, или возможно, на Гербест точно, да? Потому что у них там даже на главной что-то висит. Рождественские скидки и новогодние. Я не буду говорить, что это реально скидки, но что-то там такое висит. И в многих интернет-магазинах это есть, на Али тоже. Поэтому мы напоминаем, что у нас бесплатный посредник есть. Он работает, все с ним хорошо. И нам некоторые посылки уже начинают приезжать. Я закрываю рот, говорит Дима, потому что он курирует данный вопрос. Да, уже многие посылки, ну как многие, я думаю, большинство посылок тех, которые были заказаны 11.11, и в период вот тех вот акций они уже поприходили. И я хотел бы сделать маленькое заявление по поводу работы бесплатного посредника. К сожалению, это факт, я не буду скрывать этого. Некоторые продавцы отправили посылки после заказа 11.11, и они им вернулись. ЕМС почему-то их не захотел дальше отправлять. И в связи с этим продавцы сказали, что они будут возвращать мне деньги. Покупатели, большинство тех, с которыми эта неприятная ситуация приключилась, захотели получить деньги обратно. Так вот, как вы знаете, покупается валюта по курсу дороже, чем она потом сдается обратно в банк. Тем покупателям, которые уже с этой ситуацией попали, так скажем, мы уже вернем деньги ровно те, которые они скинули. Но в будущем, к сожалению, у меня уже не будет возможности компенсировать вот эту вот разницу курса с собственного кармана. Потому что сейчас это реально происходит именно так. То есть я докладываю свои деньги просто ради того, чтобы клиент был доволен. Наши. Ну, я не уверен, что именно наши доклады. А, ну ладно-то, да ладно. Вот. И поэтому в будущем, если такая ситуация случится, к сожалению, я буду просто переводить деньги по текущему курсу привата обратно в гривны и вот эту получившуюся сумму возвращать. То есть восстанавливать полную сумму, которую клиент мне перечислял, для того, чтобы ее вернуть, я не смогу этого себе уже позволить. К сожалению, вот так. Но будем надеяться, что эта ситуация единственная, что больше такого происходить не будет. Будем выбирать либо более проверенных продавцов, либо заказывать в более, так скажем, авторитетных магазинах, которые сами решают эти проблемы, а не возлагают их на покупателей. Вот. В принципе, по посреднику все. Ну и закрывая рубрику жизни Феррума, я хотел бы сказать еще такую маленькую вещь, но я постараюсь, чтобы она была маленькой. В комментариях под каким-то из наших последних видео кто-то написал, а вот вы, короче, такой хороший обзорчик сделали, вообще хорошо так сделали, вообще все свои видео, вообще вы самые классные, но вы, короче, не рассказали вот про это. Для тех, кто смотрит не все наши видео, а выборочно и вообще заходит в гости чаще. Ай-яй-яй, нельзя так делать. Надо заходить почаще и смотреть всего-то побольше. А теперь, если серьезно, то я хочу вам заявить, что по каждому устройству, очень примечательному, то есть, ну хотя бы вот такому. Вот, мы делаем комплекс материалов, мы не делаем только тупо обзор. Мы пытаемся сделать и сравнение с конкурентами, я говорил, что сравнения будут. Мы пытаемся сделать и причины, причины, я думаю, я тоже по этому девайсу сделаю, я с ним уже достаточно долго хожу. И иногда опыт эксплуатации, ну в общем пытаемся как бы выделиться чем-то, потому что обзоры снимают все. Да. У кого угодно есть обзоры. Да, и если там, например, в устройстве камера хорошее, то там, например, обзор камеры, или какая-то там оболочка просто вау, бешеная, возможно, обзоры оболочек. Ну в общем, мы пытаемся сделать по каждому примечательному устройству серию материалов. Поэтому, ребята, если вас интересует какой-то девайс, вы про него у нас побольше спрашивайте. В тех же, к слову, распаковках. Мы пытаемся делать реально классный контент, который вы будете смотреть с удовольствием. И опять-таки, делиться им с друзьями, лайкать, комментировать и так далее, и тому подобное. Смотрите нас почаще, задавайте нам почаще вопросы, а мы будем стараться, так сказать, расти у вас на глазах. То есть, например, по тому же iPhone, как примечательному устройству, да, iPhone 6, у нас есть обзор, у нас есть сравнение его с 6S, еще Дима обещал причины, 5 причин купить, 5 причин не покупать. Еще он у нас участвует в сравнении камер топовых смартфонов 2015 года. Оно, кстати, тоже уже есть, у Димы просто рук не хватает его склепить. На самом-то деле, 6S Plus участвует, не 6S, а 6S Plus. Ну, это уже... Потому что в нем лучше камера немножко. Да, да. Ну, такой вот был бы. Да. Мы пытаемся охватить самые классные девайсы, по ним все. Поэтому просто смотрите нас почаще, и если это устройство действительно клевое, и оно достойно внимания широкой общественности, мы обязательно уделим ему массу своего времени, и у вас есть возможность сделать такой обзор, с нашей... помочь нам сделать такой обзор, который вам действительно захочется, и откомментить, и лайкнуть. И если лайкнуть, то посоветовать друзьям. Просто помогайте нам, потому что мы стараемся, ну, работать над контентом стараемся для вас. Вот. И, собственно говоря, по вопросу жизни в фирмком у нас, условно говоря, все. И сейчас мы будем отвечать на вопросы к предыдущему флогу. Спасибо, что вы их задавали. И заодно заглянем в социальные сети. Возможно, вы там что-то спросили. Мы сегодня, кстати, тоже писали. Народ, может, к этому не был готов, но тем не менее, может, кто-то чего-то там и спросил. Ну что, начнем, наверное, с комментариев к флогу. Достаточно интересный был вопрос. У меня есть... Уже есть на него достаточно интересный ответ. Ты пока начинай искать другие интересные вопросы. Нас Артур Тейван, я надеюсь, я правильно прочитал имя, фамилию, спрашивает, почему мы ограничиваемся именно техникой и предлагает нам, например, обсуждать и кино, и игры, и так далее, и тому подобное. У меня ответ по этому поводу достаточно категоричный, и я думаю, что Сережа со мной согласится. Если мы будем обсуждать все, что нас интересует, то наш флог превратится в обычный такой мужской треп за обеденным или столом, в общем. И как бы это будет даже не час, это будут двухчасовые какие-то ролики, которые невозможны и вряд ли будет интересно кому-то смотреть. Возможно, мы позже, если у нас найдется какая-то интересная тема, например, кино, возможно, мы позже вынесем его в какую-то отдельную рубрику на канале. Но во флоге мы, скорее всего, обсуждать все подряд не будем. Следующий вопрос нам задает человек с ником Галливар, я тебе сейчас отдам, тоншет, который говорит, что мы фанаты Рамштайн, я фанат Рамштайн, Дима. Да, ну в прошлом, в прошлом, то вообще ярый. А, я понял, окей. Спрашивает Владислав Кустов, мне кажется, или у вас голоса идентичные, я не могу их отличить. У нас голоса... Многие пишут, что они очень похожи. И вообще мы очень похожи. Да, и вообще мы братья. На самом-то деле нет? На самом деле мы сестры. И у нас разные голоса. Да, и вообще мы далеко не родственники. Да. Шутки это все. Это да, это все чёс. И еще я отвечаю сразу на три коммента, и пожалуйста, вот с этого вопроса можешь смотреть дальше. У нас спросил Игорь Ильин, почему у нас такие длинные получаются влоги, флоги. Дело в том, что он у нас был один, это второй. Ребята, я думаю, что спустя какое-нибудь время, когда мы это все дело отшлифуем, это все, условно говоря, первые 10 выпусков точно будут пилотными и с косяками. Когда мы охватим все организационные моменты, в которые мы хотим посвятить нашу аудиторию, я думаю, мы будем меньше лить воду, больше говорить по теме, и у нас все будет более кратко и сдержанно. Скоро будет обзор Mi 4. Да, он будет скоро, у меня просто до него не доходят руки. Телефон у меня лежит, он меня ждет, я очень хочу посмотреть, что он из себя представляет в 2015 году, спустя большое время после его выпуска, но пока что никак не получается. И пока Дима там ищет следующий какой-нибудь хороший комментарий, я в очередной раз напомню вам, вместо Димы, потому что он парень скромный, у него сейчас диплом, ему тупо... А там по этому поводу дальше вопрос есть, я помню его. Короче, мы все помним, мы не из тех ребят, которые получили технику, тупо сняли распаковку и забыли о ней раз и навсегда. У нас по Mi 4, я надеюсь... Метелька материалов будет точно, и если у кого-то есть какие-то предложения по поводу того, с чем его интересно вам сравнить, помимо, допустим, того же Mi 4C сравнения, с ним точно будет, вот, то вы пишите обязательно об этом в комментариях, я не знаю... К видео распаковки. Да, кстати, к видео распаковки. Потому что распаковки мы снимаем. Для того, чтобы вы могли задавать свои вопросы. И это серьезно. Потому что мы перед тем, как писать, хорошо. Я скажу честно, я перед тем, как снимать видео, обязательно перечитаю все комменты, и если что, в сценарии, я вправки вношу. Ну, Дим, мы на комменты я не читаю, это правда. Окей. Ты хотел на что-то отвечать. Я отвечу на вот этот вопрос. Так, его надо бы прочесть. Андрей Савчук просит нас ставить в кадр ноутбук или каким-то образом показывать то, о чем мы рассказываем новости. Ответ на это достаточно просто, так как мы их ищем по разным источникам. Это достаточно сложно. Вот. И у нас пока технической возможности вставлять каким-то образом красиво видеоряд. Нет. Но я думаю, что когда у нас появится сайт, появится у нас скоро, то мы будем ссылаться на новости туда и будем каким-то образом оставлять именно, допустим, скриншоты или видеолистания публикаций, новостей с нашего сайта, чтобы вы могли, так скажем, при желании почитать более подробную информацию сами. Едем дальше. Я отвечу на вопрос от человека, у которого никнейм называется Sandland1K, который интересуется, что, комментарий большой, я укорочу предельно, что для игр лучше, Snapdragon 801 и Adreno 330 или Helio X10 с PowerVR G6200. К опыту общения на примере, забегая немножко наперед, со смартфоном Redmi Note 3 и Redmi Note 2, которых железо условно одинаковое, я могу сказать, что 50% производительности смартфона зависит от оптимизации софта. Да? Да. Да. Вот. Тот же OnePlus X на 801, кстати, Snapdragon, и Adreno 330, и Redmi Note, тогда же тот же, нет, три, кстати, нет, два, Redmi Note 2 выдают примерно одинаковые цифры в танках. И один и другой на максимальной графике идут 20, 20, гиперпотолок 30 кадров в секунду, ну, это у меня, у кого-то какие-то, возможно, другие фантастические цифры, но это конкретно у меня. То есть, производительность у этих двух процессоров примерно идентичная. Все зависит от оптимизации. Если компания OnePlus будет потеть над оптимизацией этого конкретно взятого смартфона, нет, этой конкретной модели, конкретно этого смартфона, он будет работать быстро. Если они на него плюнут, он вот как был на таком уровне, просто нормальным и приемлемым, так вот он и останется. Вот, как бы, такой вот ответ на вопрос. Хочу пять причин за и против покупки Redmi Note 3. Просит Мирослав Евгельевский. Сережа сделает. Диана Шлапова спрашивает, подскажите, в каком, по вашему мнению, смартфоне лучшая камера в ценовом диапазоне до 280 долларов. 280 долларов, это, я так понимаю, самый дорогой, это у нас Meizu MX5, по-моему. Нет, MX5, по-моему, 300. 300, 300, ну, 300 с копейками, может. Ну, мне кажется, что вот Redmi Note 2 задает некоторую планку качества, которую смартфоны в диапазоне до 300 долларов, они уже переплюнуть, по-моему, ее не могут. Ну, то есть, сейчас, блин, я не могу вспомнить. Ну, вот бюджетки там 150, я помню, а что там? Нет, нет, OnePlus One наверняка влазит в эту циферку, он 300 долларов, допустим, стоит, потому что, я помню, он был чуть-чуть дешевле ZOOC, а ZOOC стоит 320. Вот OnePlus One, наверное, самый лучший. Ну, если где-нибудь вам найдется урвать купон на MX5, то 99%, что вы не пожалеете об этом. Подкасты, вот это по правде круто, если сделаете, буду слушать обязательно. Спрашивают. Михаил Жаров. Мы думаем по этому поводу, возможно, что-то придумаем. У нас есть некоторые идеи на этот счет. Пока Дима ищет следующий хороший вопрос, под флогом в очередной раз напоминаю, что мы читаем сейчас ваши вопросы из предыдущего выпуска флога, и будем сейчас смотреть, возможно, вы что-то нам в социалочке писали. Заходите каждую пятницу и смотрите, мы каждую пятницу пишем флог. Смотрите, мы в пабликах делаем пост о том, что сейчас будем писать, задавайте ваши вопросы. Алекс Давидов говорит, предлагает нам снимать в какой-то уютной обстановке в кафешке. Это было бы все, конечно, приятно, наверное, и нам, и зрителям, но дело в том, что это либо стоит очень хороших денег, и каждую пятницу уделять на это финансы, для того, чтобы потом флог посмотрели две с половиной тысячи раз, у нас возможности нет, ну и плюс, как бы, вы же понимаете, съемки, это всегда какое-то стеснение для окружающих людей, и нам будут они мешать, мы будем им мешать, поэтому нам проще писать в уютном офисе, чем в какой-то уютной кафешке. И тут есть еще один момент, дело в том, что, ну, вот, здесь находится не просто мы и камера, здесь еще висят микрофоны, здесь на полу валяется шнурочек, освещение, которое, к слову, в кафешках зачастую нулевое, то есть надо снимать днем, ну, в общем, и так далее, и тому подобное, это очень много есть, так сказать, специфических моментов в этом направлении, но мы подумаем на эту тему, я вам обещаю, я не обещаю, что со следующего выпуска все резко поменяется, но все может быть, спасибо, мы вас услышали. Давай, я отвечу на комментарии Ильи Брызгалова, который нам предлагает вместо обзоров на малоизвестные китайские смартфоны выпускать одно видео, в котором мы сразу будем упоминать сразу о трех-пяти смартфонах. На самом деле, если вам интересны такие ролики, я думаю, вам лучше смотреть либо новости у нас опять-таки во флоге, где мы очень часто упоминаем о каких-то китайских смартфонах. Либо, я не знаю, новости на других каналах, потому что мы считаем, что каждое устройство, которое хотя бы более-менее стоит своих денег, уже достойно обзора. Вот. Правильно? Правильно. Совершенно верно. Руслан Кожин заявляет авторитетно, что правильное название вот этого бренда произносится как Xiaomi или Xiaomi. Мы эту тему уже обсуждали. Ищи следующий коммент удачный, интересный. Вставочка на пять секунд, хотя фиги уложусь. В общем, спасибо вам большое к видео распаковке Redmi Note 3. Каждый второй комментарий ввел нас на видео гаджет-летник, в котором сотрудники интернет-магазина Gearbest рассказывали о том, как правильно произносить название этого бренда. И мы поняли, мы знаем, что Xiaomi. Вот. Спасибо вам большое за активность. Правда. Дай нам Бог такую вашу активность под каждым нашим видео. Спасибо. Еще хочу добавить, что в этих телефонах очень часто есть, ну, как бы в памяти уже заложен ихний ролик, пресс-релизный, я не знаю, рекламный, вот. И там, как бы, название компании неоднократно произносится, и это действительно Xiaomi. Вот. Ошибку признаем. Николай, просто Николай, красавчик, спрашивает, у нас будет ли видео по поводу лучшего смартфона этого года, как было вот в 2014. Он подводит, нас к одной из активностей, которую мы хотели предложить вам. Пока Сережа ищет следующий комментарий, я расскажу, в чем суть. Мы хотим сделать такой интерактивный опрос по поводу того, какой смартфон вы считаете лучшим в этом году. И если у вас есть свое, не обязательно даже обоснованное, просто мнение на этот счет, напишите к этому влогу комментарий, который будет начинаться со слов смартфон 2015. И мы таким образом отсортируем эти ответы и подведем некий народный рейтинг лучшего смартфона этого года. И выразим свои мысли. Да. Возможно, разделим рублики и бренды китайцы. Да, потому что 21-го часа выходит Mi 5. И это будет последняя супер громкая премьера этого года. Так что отличный повод подвести итоги. Я полностью с вами согласен. Кстати, если вдруг вы очень хотите видео о том, какой именно конкретно отдельный видеоматериал, какие смартфоны мы считаем супер самыми примечательными за 2015 год, пишите об этом в комментах под этим роликом и под всеми даже грядущими роликами. И мы по-любому обратим на это внимание и возможно такое забацаем. Если не в конце этого года, то в самом начале следующего. На Новый год всем подарят деньги, не будете знать на что тратить. Итак, ам-ам-ам спрашивает у нас Один Иванов. Он интересуется, какой смартфон на данный момент, я тебе не отдам планшет, потому что будем вместе отвечать. А я ничего, я просто пытаюсь сам читать. Какой смартфон на данный момент мы с тобой считаем самым крутым в плане фото и видео, по отдельности вместе, но я почему-то не вижу здесь ограничений по деньгам. Да. Да. Ну, как бы, если лучше, то, наверное, лучше-лучший. Ну, наверное, да. Как ты думаешь? Я думаю, ну, у меня как бы два номинанта, они во многом похожи, это LG G4 и Samsung Galaxy Galaxy S6, либо S6 Edge, либо Note 5, либо Note Edge, у них, у всех, в принципе, камеры установлены одинаково. И почему я эти смартфоны считаю лучшими? Потому что, в отличие от тех же айфонов, у них очень хорошая светосила объектива. Если у айфона это 2.2, то у Samsung это f1.9, а у LG это вообще f1.8. И они на самом-то деле выдают гораздо более цветастые, интересные, информативные фотографии в условиях хорошего, плохого освещения, не важно. Ну вот так вот. А еще, кстати, и в Samsung и в LG есть оптическая стабилизация. И это круто. И еще я помню, что в Samsung тоже в плане видео это тоже очень серьезный козырь, у них был следящий автофокус. Слежение за объектом. Вот так вот. Ну это и есть следящий автофокус. Я, если честно, я не буду врать, я не уверен, что он есть в LG 4, но по-моему тоже был. Ну я не уверен. Ну maybe. Я соглашусь с тем, что Samsung Galaxy S6 является очень классным камерафоном, потому что в отличие от G4 у него нету вроде бы как и козыря, но на самом деле и не только козыря в лице следящих, в лице лазерного автофокуса. По опыту с OnePlus 2 я могу сказать, что это не только жирнющий плюс, но и минус, потому что во время видеосъемки движущегося объекта очень часто камера любит перефокусироваться. В G4 такое тоже бывало, если я не ошибаюсь. Да, так там проблема даже в том, что оно и если объект не двигается, просто камера постоянно, постоянно перефокусируется и если ты делаешь фотку, то это круто, потому что все, что ты фоткаешь, оно в резкости. А если видео, то нет. Вот. Вот. И это по поводу видео. Вот. Видео S для меня на B1. Вот. По фотографиям я считаю достойными. опять-таки S, и G4 обязательно LG, и OnePlus 2 я считаю хорошим очень даже, и мне нравится Mi 4C. Я смотрел фотки Димы, сам пока не баловался, тупо некогда, но то, что Дима выжимал из этой камеры, по-моему, очень даже кучеряво. Ну и iPhone. Да. Ясное дело. Вот. И вторая часть кстати этого вопроса, сильно ли сохранился разрыв по качеству между китайфонами и A-брендами, типа как фотки китайцы уже делают нормальные, а видео как бы по-прежнему фуфло. Ну, учитывая то, что мы упомянули OnePlus 2 неоднократно в ответе, я думаю, можно считать вопрос исчерпанным. Нет. Сейчас многие крутые китайцы снимают очень хорошо. Да. И как по моему мнению OnePlus 2 если забыть вот об этой дурне с перефокусом постоянным, он снимает отличное видео. И на данный момент если вдруг это как-то пофиксят, то суммарно он будет снимать офигенные видео на уровне с теми же Samsung. Вот. Дальше Вадим Яценко спрашивает наше мнение по поводу Windows Phone. Что вы видите сейчас, что в будущем? На самом-то деле сейчас мы не пользуемся, ну во всяком случае я активно не пользуюсь Windows Phone. Недавно мы оба были активными юзерами смартфонов на этой платформе. Сейчас по вынужденным причинам я лично отошел от Windows Phone и могу сказать, что в принципе система очень годная и мне она нравилась больше всего тем, что в отличие от Android она не начинала со временем хуже намного работы, чем по сравнению с тем, как система работает, когда ты телефон только из коробки достаешь. И это я считаю основной козырь. Вот эта стабильность такая железная. Как там сейчас с десяткой мне сказать сложно, отзывы от других людей я читал, слышал, говорят не очень хорошо, но пока сам не пощупываю, я думаю лучше от комментариев вас держусь. Оболгу вас, потом будете для меня ничего нехорошего писать. Да, а я свои 5 копеек вставлю, я мобильной восьмеркой пользуюсь до сих пор в качестве второго телефона у меня старушка 920 и я и так доволен, что словами этого просто не передать. Стабильно работающий телефон, да, у него уже по нынешним меркам и камера не очень фантастическая и экран уже 720p уже вроде ни козырь никакой. Но телефон хорошо работает и это вот так и все. Дальше человек по имени Супер Каир спрашивает покупать ли ему 1 января 2016 года iPhone 5S Да. Да. И мне купи. Вот. На самом деле нормальный телефон последний на данный момент телефон от Apple с нормальной эргономикой, хорошей камерой, более чем адекватной производительностью. Я относительно недавно простился с iPhone 5 и он в принципе тянул едва ли не любые игры в iPhone 5S железо посерьезнее. С ним по идее проблем у вас не будет вообще никаких. И спрашивает Марьян Василецкий Сделайте обзор какой смартфон лучше до 200 долларов. В принципе такой вид китайский нет? просто какой смартфон. На самом деле вот среди китайфонов за 200 баксов выбор есть. Среди устройств от А-брендов до 200 долларов купить реально толковую трубку тяжело. Наверное полгода или год назад я бы такого в жизни не сказал, но после того как мы уже где-то с лета с поздней весны этого года активно с китайфонами общаемся. Мое мнение очень сильно поменялось. Если у вас небольшие бюджеты я вам настоятельно рекомендую смотреть именно в сторону китайфонов. Проверенные бренды которые как правило не разочаровывают OnePlus Xiaomi Meizu еще на данный момент из того что мы начинаем общаться с рынком китайфонов более плотно пока что меня преимущественно едва ли не во всем радуют телефоны. Пока вот так. Что там будет дальше я не знаю. Александр Шаманенко Секунду и сделаем ли мы такое видео я глобального смысла в этом не вижу потому что вот так генное будет видео про китайфоны и три модели от Абренда если не одна. Смотрите почаще наши обзоры и распаковки да и все. Да. Александр Шаманенко пишет давайте летсплей нет. А я кстати на эту тему думал. Мы думаем по поводу того как побольше активничать с вами. Если у вас есть мысли догадки конкретные предложения особенно пишите их в комментах мы как минимум их прочтем. мы не игнорим мы не на все успеваем отвечать но читаем абсолютно все. Поэтому летсплей в глубоком будущем ну в обозримом нет. Да возможно без Димы потому что ему эта тема противна. Не просто противна я просто последний раз играл на чем либо не в рамках ферма я не знаю больше трех лет назад наверное четыре года назад если я опять начну клиниться в эту тему это будет очень печально. Обзоры будут только от Сергея Шихайлова и когда он будет отрываться от игрушек потому что Дима его туда тоже затянет. Вот. Да, да. Скажите в Xiaomi Redmi Note 2 сборка хорошая ничего не скрипит не хрустит. Вот я не знаю что ответить потому что Prime который у меня был некоторое время на самом-то деле его крышечка поскрипывала не очень сильно но чуть-чуть что-то такое было. Может это из-за того что мы симки переставить туда-сюда перезагрузить прошивочкой ну в общем в принципе когда из коробки достаешь не хрустит зависит от того как вы будете пользоваться если вы сходу симки вставите и забудете про нее то ничего не будет плохого. В принципе поддерживаю полностью. IL 9715 интересуется сколько человек с вами работает это ваше хобби или основная работа какую специальность по диплому получит Дмитрий вот по поводу диплома то что ты начал говорить я говорил что это позже всплывет ну давай начнем с нами работает 5 человек минус 3 и того 2 вот и это мы и это мы да давайте знакомиться это Дима а это Сережа очень приятно это вся наша команда по сути штатных сотрудников у нас больше нет были был раньше Алексей занимался камерами он ушел заниматься профессиональной деятельностью был человеком он нам делал новости Дмитрий Скалерчук если вы помните был человеком написал новости на сайт но как бы на данный момент нас аж двое вот если вдруг вы имеете глубокий опыт вот это первое имеете глубокий не глубокий хоть какой-то опыт ведения блогов на IT тематику вы грамотный человек и вот только потом хотите работать с нами потому что хотят очень многие но когда в неделю пишут стабильно да то как бы пишите нам давайте общаться сразу будьте готовы к тому что мы вам дадим 1 2 3 15 тестовых заданий все зависит от того насколько быстро вы будете справляться с каждым насколько качественно да и как бы все может быть работа она нас потихонечку находит и рук не на все хватает как вы видите вот у Димы там уже сколько месяца 3 валяется ими 4 вот а у меня тоже там что-то валяется не думайте меня смущаться я уже и забыл что там у меня валяется то есть люди нам в принципе нужны но учить человека с нуля который не умеет вообще ничего даже просто грамотно писать на это тоже у нас времени нет хобби или основная работа на данный момент и у меня и Сергей это является основной работой это наш основной род деятельности вот еще мы спим чуть-чуть чуть-чуть по очереди и едим по понедельникам вот какую специальность я получу по диплому это специальность инженер вот более рассказывать не буду потому что как бы ничего хорошего про свою специальность я вам рассказать к сожалению не могу вот а я не скажу какая у меня специальность вы не спросили я и не вот Влад Вербицкий спрашивает видите ли вы смысл в покупке в выпуске айпод не в покупке а в выпуске айпод ну смотря какой вот если тач то наверное нет потому что есть айфоны а если маленькие шафлы нано или как они там назывались я бы например прикупил бы себя ярославцы гонко спрашивает почему мы решили рисовать сайт с нуля потому что те шаблоны которые предлагаются под wordpress они достаточно кривые и в них во многих нету тех возможностей которые мы хотели заложить вот и шаблоны это вообще штука такая это нужно для людей которым сайт состряпать а бы работал вот нам такое не подходит нам нужно был заточенный исключительно под наши интересы под наши требования сайт скоро вы увидите я думаю вам не покажется что мы зря делали его с нуля нам бы так хотелось чтобы вам так не показалось так какой телефон с ценой до 300 долларов вы посоветуете в качестве устройства для игр Redmi Note 2 2 Prime 3 правильно до до 300 до 300 ну еще в теории MX5 который я не помню сколько стоит ну примерно столько но он не до он чуть-чуть больше и я не помню сколько стоит Летиви там точно влазит Летиви Леуан С короче вот это вот все что мы только что назвали оно все на Helio X10 работает в медиатеке в принципе для игр вполне годится будете ли вы обозревать Highscreen Boost 3 считающийся музыкальными и имеющим батарею 6000 мАч нет не будем потому что этот бренд в наших краях не представлен и у нас нету адекватной возможности достать такие смартфоны а как бы агентство со стороны России которое занимается оно нам их не предлагает рваться за ними как бы большого смысла нет потому что это слишком много потери времени и в итоге это будет интересно только русской аудитории потому что я так понимаю Highscreen больше кроме как на территории России по сути нигде не продается ну больше что в Беларуси продают или в Казахстане но в Украине факт в том что нет и достать их это головняк вот и как показывает наш опыт с Highscreen Pure F вы его так хорошо посмотрели что вы обзоры софта наверное лучше смотреть так на самом-то деле не очень много было чего смотреть но когда у нас был Ice который на самом-то деле был на свой момент интересен вот он был очень неплохим его тоже посмотрели плохо вот ребята которые раз спрашиваю но ответа не получил будет ли обзор Lumia 950XL спрашивает Алекс Минаев 950XL это я так понимаю одна из самых свежих это самая свежая еще и типа фаблеты ребята мы хотим очень 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 хотим но пока не получается нигде его достать как только у кого-то из наших партнеров он появится будет вам обзор обязательно мы еще и подеремся за него потому что новобои очень интересны и по флоге в общем будут ребята сидеть уже с гипсом с бланшами мужики когда следующий флог ровно через неделю или почти через неделю снимаем по пятницам вот это вот точно а по поводу монтажа ну там уже либо очень поздная пятница почти суббота либо суббота либо воскресенье либо понедельник ну как-то так человек по имени ИЛ 9715 дает нам по-моему такое уже было да смотри сколько он тут всего понаписывал вот он нам дает советы по поводу того как сделать фон веселее и так далее мы обязательно премем этого внимания мы ценим то что вы хотите сделать наш контент лучше так но зеленку вешать скорее всего мы не будем зеленку нет это уже не интересно это уже не смешно ну вот кажется и все на ваши вопросы которые вы оставили на ютуб под нашим прошлым выпуском флога мы ответили еще раз напоминаю что вы можете задавать вопросы каждую пятницу условно вроде бы как пятницу чаще следите за нашими социалками собственно в самих социалках фейсбук вконтакте твиттер нас надо лайкать нас надо шерить нас надо комментировать потому что мы стараемся ради вас и мы правда хотим делать классный контент поэтому давайте общаться выражайте свои мысли именно для этого флоги запущен для того чтобы общаться с вами Дмитрий что-то добавите нет прекрасно я так да именно ляпнул все большое спасибо что смотрели с вами был Дмитрий Луценко и Сергей Шахайлов встретимся где-то через неделю условно пока давай еще раз хлопай переходим к нашей нет еще раз смотришь переходим к новостям смотришь вспоминаешь какая новость о у нас тут вот носки они сами кофе варят вот в общем главная новость состоит в том что у нас изображения появились этого всего характеристики в принципе я так понял по новой дальше у нас новость о о вот так это ж ты читаешь акума села нет хуй его пойми что с этой пи**латой камерой давайте переходить к следующей новости и сейчас мы поговорим об изобретении копа копания копания наша рубрика жизнь вонесательных людей наша постоянная рубрика можно говорить туда что-то меня по телевизору покажут дядя добрый вечер меня зовут Сережа это мой друг Дима Сереж хорошо где обл... щас я поправлю свет короче м м м м м Продолжение следует...